В актовом зале школа номер 7 шумно и весело. Со сцены звучат слова поздравления, песни и танцы. А все потому, что там проходит выпускной четвертых классов Центра образования. Это первый выпускной в истории Центра образования. Школа открыла свои двери в 2019 году. И тогда сюда поступило 157 первоклашек. Сегодня они уже выпускники. И на нашей первой линейке я сказала, что первым всегда нелегко. Помните? Наверное, так и было. И были в нашей жизни радости и огорчения, успехи и неудачи. Но проверка на прочность и искренность нами пройдена. Первый блин, на мой взгляд, не комом. Думаю, учились мы все с удовольствием. И желание узнавать новое не угасло. На праздники ребят награждали в нескольких номинациях. За отличные успехи, за спортивные умения, за участие во всех олимпиадах и конкурсах. Поздравить выпускников пришли и первоклашки. Они пожелали ребятам успеха в среднем звене. В ответ четвероклашки вручили малышам подарки. Мы очень старались, чтобы детям понравилось. Запомнилась эта жизнь. Это время в нашей школе. Мы ее старались украсть ежедневными мероприятиями, событиями. Чтобы дети вышли и вспомнили о том, как им было здорово в нашей школе. Конечно, будем скучать. И уже сегодня, когда прощались с ребятами, которые завтра не придут, и обнимались, и оставляли друг другу пожелания добрые, потому что понимаем, что, конечно, такая печаль ухода детей. Они всегда останутся в наших сердцах, в нашей памяти. Для четвероклашек выпускной событие радостное, но с нотками грусти. Больше всего ребята будут скучать по своим друзьям. В пятый класс они пойдут уже в другую школу. Я очень рада, что перехожу в среднюю школу. У меня будут там новые друзья, новые учителя. Я выпускаю всю школу, здесь было много друзей, а я сейчас пойду в другие школы, и там, может, не сразу познакомлюсь. Но выпускной – это такое событие очень важное. Желаю учителям хороших учеников, чтобы их слушались, чтобы больше было хороших оценок, чтобы учителя тоже радовались, и чтобы вообще тут было прекрасно. Сейчас четвероклашки ждут результатов экзаменов, которые они сдавали в мае. По их итогам они узнают, где будут учиться дальше. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.